Привет всем дорогие друзья. Я наконец решила вылезти из тени хоть что-нибудь для снять. Я совсем забросила канал, не было меня на стриме, ничего и снимать. Правда я как-то даже записала видео, где пересказывала книгу, но потом мне не понравилось как я ее пересказала и так я его удалила и не возвращалась больше к нему. После отпуска мне не хотелось совершенно работать, не хотелось ничего делать. Все-таки знаете, когда сначала отпуск две недели, а через год отпуск три недели, этого крайне мало. Ведь люди не способствуют, потому что выходить на работу в бодром и радостном настроении. Поэтому вот я вся такая вся в депрессии, пошла, никого видеть не хочу, ничего делать не хочу. Начался учебный год тоже в общем. То еще испытание для родителей. Тем более и стала с этого года ходить на два отделения в музыкальную школу. Но это я только успеваю следить, чтобы она там все выполняла. То тут надо сделать, то там надо сделать. Но оценки у нее пока нормальные, одни пятерки, дальше видно будет. Ну еще, собственно говоря, у тебя даже месяца не проучились. Вот в музыкалке тоже, но вроде бы не так уж трудно оказалось по два занятия у нее ежедневно и в среду три. Ну в выходные она не занимается. Еще она записалась в ДК, в театральную студию, но там пока то ли не начались занятия, то ли не знаю. В общем, пока не звонили, ничего не говорили. Возможно, они позднее начнут заниматься, что ли. Потом у нас предстоит конкурс уральские звездочки. Локальный конкурс. И вот, ну не знаю, набрала, если кто следит, пять девчонок в этом году вместе с иной. Двое, значит, с того года у меня еще остались и две новых. Но что-то они не радуют меня. Вроде бы пришли с желанием. Ну то ли ленинцы, то ли что. Ну дети же устают. Иной раз бы им лучше погулять, а их там еще куда-то тащат заниматься, петь. Все-таки я от них требую именно петь, больше не баловаться. Вот они то двое пришли, то трое пришли, то вообще в субботу. Вот я им не напомнила, и никто не пришел. Ну как так? Ни родители не вспомнили, ни дети не вспомнили. Это вот надо их каждый раз, значит, напоминать им, чтобы они пришли. Ну как так? Меня-то все расстраивают и тоже как-то не вызывают желания особо. Как вроде им это не особенно надо. Ну и что меня еще больше расстраивает? Нет у них какой-то вот это, знаете, не чувствуют они драйва от всего происходящего. Я им говорю, ну что вы поете? Мне все время как-то растрясти хочется. Я говорю, не поете, а воете. Не то, что у них там вокальных данных даже нет, а просто вот песня. Сейчас я вам кусочек тут ставлю, какой я им, каково мы разучиваем для конкурса. Вот. А они поют это, знаете как? Вот примерно так. И никак я их не могу растрясти, расшевелить. Девчонки, ну пойте веселее. Представьте, что вы звезды, вот вы стоите на сцене, все на вас смотрят. Чего я им только не это, как я только перед ними не скакала. Неа. Вот как замороженное. То ли не прочувствовали они еще этого, что ли. Не знаю даже. Может быть, скорее всего, да. Надо постоять на сцене, получить удовольствие от этого. Тогда, может быть, дело пойдет. Но пока дело дойдет до этого, я чувствую, я все брошу. Чем я еще занималась? Ну, ничьи каналы я, ну, месяц, не месяц, но недели три, наверное, почти не смотрела. Смотрела очень мало, но вот серьезно, как-то мне не было желания смотреть чужую жизнь. И свою показывать тоже не было желания. Не хотелось, не хотелось. Бывает же такое, знаете, настроение какое-то. Ну, серьезно, депрессивное такое настроение было. Вот. Не то не хочу, не это не хочу. То ли, слушайте, осень настала, то ли, правда, я так мало отдохнула. Не знаю даже, чем связано. Вот, значит. А тут, ну, кто интересуется музыкой, музыкальными новостями, те слышали, что у певицы Земфиры вышел новый альбом. Даже два новых альбома. Один такой полноразмерный и один мини-альбом из четырех песен. И для поклонников Земфиры это было, конечно, такое прям событие. Потому что она уже восемь лет не выпускала ничего нового. Вот все ждали. В общем, он вышел, кого-то он очаровал, кого-то разочаровал, наоборот. Кому-то очень понравилось. И люди сказали, что это гениально, это один из лучших ее альбомов, это самый лучший ее альбом. Кто-то, наоборот, сказал, весь писала с Земфиры, в общем. Вот, ну, и я, понятно, стала слушать, пришла с работы и увидела альбом, вышел ночью. Я увидела уже на следующий день после работы, пришла, открыла контакты. Вау! Давай сразу слушать Земфиру. Я обожаю Земфиру. Вообще, и как музыкант, и творчество, и как личность ее. Поэтому, в общем, я была очень рада. И вот на этой волне что-то я решила пересмотреть заодно все концерты. Многие из них я видела. Раньше некоторые я увидела первый раз. Потом пересмотрела я интервью с ней почти все. Но как-то более позднее и интереснее смотреть. Смотрите, как интервьюирует девчонку 22-летнюю, но как-то не так. Вот. Вообще много-много чего я смотрела. Потом я обнаружила, что я лет двадцать, видимо, в танке просидела, потому что я не видела ни одного ее клипа. Это вы можете себе представить? При всей любви к Земфире я ни одного ее клипа не видела. Я подумала, странно, почему так? Ну, потому что я никогда не смотрела музыкальные каналы, видимо, поэтому. Не люблю я все эти каналы музыкальные, там, ни Муз-ТВ, ни МТВ, ничего это не люблю. Не смотрю никогда и радио никогда не слушаю. По одной простой причине я люблю слушать то, что я люблю. То, что я сама себе в плеерное выбирала. А не то, что мне там музыкальный редактор выбрали, или то, что сейчас на радио там в ротации находится у них. Вот. Поэтому что-то я и клип это не смотрела, и некоторые я прям так с удовольствием посмотрела. В общем, вот, вот чем занималась. Ну, на этой волне мне захотелось и самой что-нибудь написать. Это, конечно, очень жалкие попытки. Ну, мне это доставляет удовольствие. Сидеть и компоновать звуки так, чтобы вышло что-то более-менее хорошее и мелодичное. Дома у нас холодно. Осень пришла, что-то такая холодная. Вот мы уже ходим в куртках, и даже Инна уже в шапке. Что выйдешь на улице, холодно и ветер. И дома холодно. Никак нам отопление не включат. Вроде как должны 15-го. Ну, до 15-го еще тоже дожить надо. Утром вытащить себя из-под одеяла, это просто целый подвиг. Я и так не люблю утром вставать рано. А тут, ну, просто я с таким трудом и нежеланием вылезаю. Заставляю себя вылезти. Инна у меня что-то ленится, все ленится. Вообще, дети такие, слушайте, ну, их ни на что невозможно сподвигнуть и расшевелить, не заставить, ничего невозможно. Вот они сидят и часами напролет рубятся в Роблокс. Позвонят друг другу и сидят и вот там орут, кричат. У них там очень такая интенсивная жизнь идет. Но это жизнь в игре. А в реальности даже не всегда удается гулять, выставить. Летом так это просто... Слушай, говорю, ну, чтобы мы сели летом и сидели целыми днями дома, до этого просто быть не могло. Что вы за люди такие растете? Ничем не удается ее не заинтересовать, не как-то не увлечь. Вот ничего не интересует ее глубоко. Меня это как-то вот расстраивает. Вот вроде бы она музыку любит, петь любит, но в то же время вот нет такого, знаете, такой увлеченности, когда вот ребенок прям ходит и поет целыми днями и только всем рассказывает о том, как он любит петь, хочет петь, как он себя на сцене представляет. Вот как-то вот нет такого. Рисовать любит. Но тоже под настроение вот сядет, бывает рисует, долго рисует, много чего нарисует. Потом раз, все, опять она ничего не хочет. Вообще не притрягивается. Вот сейчас в музыкалку стала ходить. Там у них тоже есть рисование. Час в неделю. И она прям так рада. Ой, как хорошо. Вот она мечтает научиться рисовать. Особенно говорит, вот людей у нее не очень получается, там глаза не получаются. Я думаю, пусть ходит. Правда, это рисование, оно тоже в такую копеечку, слушайте, вылетает. Листы такие, листы этакие, краски такие, краски этакие. Вроде бы ничего особенного не просят, потому что, ну, это не профильный предмет. Ну, тем не менее. Тут с читательским дневником. Она же его 1 сентября уже взяла с собой в школу. И на классном часе показала, рассказала. Пятерку ей даже сразу поставили в первый же день. Потом ей говорю, ну, вот мы еще тут кое-что ведь с тобой прочитали. Давай это тоже внесем в читательский дневник. И она так удивилась. Она говорит, мы его дальше будем везти? Ну, конечно, говорю, как. То ли она думала, что его летом, что ли, только ведут. То ли уж как. И мы же, говорю, его не для того. Ведем-то, чтобы ты его показала и забыла. Видимо, думаю, вот так вот показала и все. Вроде это домашнее задание было такое на лето. Вот показала, оценку получил и все. Честное слово, ну, какие странные дети, а. Что у них вообще в головах происходит. Вчера мы гуляли с ней довольно долго, часа два, наверное, ходили. Из них час она мне рассказывала, как вот она вырастет и будет создавать компьютерные игры. И в подробностях мне рассказала, что это будет за игры. Я уже даже подустала слушать под конец. А потом, значит, она сказала, что еще будет вообще-то она и певицей тоже. И еще будет мультики озвучивать, которые ее подруга Соня будет создавать. Вот. Такие у нее наполеоновские планы на будущее. Ну, правда, не знаю, сбудутся ли они, потому что, ну, она все-таки ленивенькая. Вот ленивенькая. Нет у нее такого ни трудолюбия, ни перфекционизма, когда человек желает вот прям все довести до совершенства. Может, она еще, конечно, маленькая просто. А может, просто ленивенькая. В общем, я тоже не могу сказать, что отличаюсь особо прям трудолюбием, что мне вот надо, чтобы все было идеально. Ну, отнюдь. Да, а вот в ней-то я хотела бы эти качества увидеть. Хотела бы, да. Правда, откуда им взяться? Когда ни у меня, ни у мужа, ничего подобного в характере нет. Я ей тут сказала, что повешаю волшебные часы. До этого мы тут читали рассказ такой. Ну, волшебные часы, это, по сути, был режим дня, который старший брат написал для младшего. Увидя, что тот заплюхался там в оценках, и времени у него мало стало. Вот он ему сделал режим дня только в виде часов, которые показывают. Сейчас это делать, сейчас вот это делать. Я, говорю, тебе повешаю эти часы, и будешь ты все делать как надо. Ну, серьезно, вот они сядут, и играют, 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 и в итоге ничего не делают. И просидели там в виртуальном мире, вы там проиграли. А в реальном ничего не произошло. И все, мне как-то хочется вытянуть из этого виртуального мира. Ну, вот пока что, пока что безуспешно. Ну, на этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok